Святой Саак Партеф Святой Саак с раннего возраста Жил строго отшельнической жизнью А в 387 году Избирается армянским католикосом В его время случается Величайшее событие в истории армянского народа Появление армянской письменности Перевод Библии становится Для армянского католикоса самым главным Телом, поскольку для него было Очень важно, чтобы армянский народ читал Священное Писание на родном армянском языке Он формирует группу Переводчиков, состоящую Из 60 преданных Армении Армянскому народу христиан Которые работали и трудились день и ночь Благодаря ему Восточной и Западной Армении Святая Литургия Препереводилась на армянском языке Как сверстывает историк Лазарь Парпетси Вся страна армянская Наполнилась мудростью Божией Благодаря деятельности святого Саака Этому благому делу Огромное победительство Оказывал царь Рамшапух Очень образованный и умный человек Но его сын Арташес, будучи очень развратным и безответственным человеком Становится соблазном для Нахараров И они решаются сместить в Рамшапуху И в этом деле Саак отказывается участвовать Из-за этого он и царь Аршак Вызываются в Тизбон И в 428 году династия Аршагидов приходит конец После четырех лет пребывания в тюрьме В 432 году католикос святой Саак Партев Возвращается в Погреван Здесь в 438 году В 90-летнем возрасте он умирает Его хоронят в селе Аштишат Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok